первое что хочется сказать это небо за данных окей многие слышат граф и сразу думать о это наверное не оффи джей рэнди бит рата тата тата нет это не про базы данных это про и пи ай меня зовут вова я хочу представиться мне зовут вова я рэнди менеджер в компании викс инжиниринг вот на данный момент я отвечаю за группу которая отвечает за наверное одной из самых важных частей это за бабло то есть мы проводим транзакции для наших пользователей очень ответственная работа и когда shit hits the fan приходится выгребать вот кроме этого я также финансовый партнер компании easy hunt это стартапчик который вот нам опять присоединяются новые участники ивента слышно уже вот это стартап для охотников вы можете допустим взять мобилочку повесить ее на собаку отправить ее на охоту и можете смотреть где они там ходят и короче очень очень прикольный экспириенс вот я партнер этих ребят здесь в украине вся разработка ведется в украине а также я член правного комитета джейконф кто слышал про джейконф кто кто слышал про xp days вот и также the box так получается что последнее время не очень много времени уделяется программному комитету благодаря олегу который мне очень круто помогают с программным комитетом нас тут дела движутся вот и надеюсь чтобы дальше будет больше на это времени ну что мне эта штука достаточно сильно начинает мешать вот а сейчас она куда-то ушла слава богу вот поэтому мы продолжим работая на компанию vix компания vix это конструктор сайтов но не очень простых сайтов вы можете строить абсолютно простые сайты для бабушек типа сайт и визитки можете делать полноценный интернет-магазины или букинговые сайты а можете делать можете даже код писать и фронт-энд и бэк-энд и подключать вообще кастомную логику и у нас уже 125 миллионов пользователей много инженеров много микросервисов всего очень много но вы сюда пришли не для этого правильно вы же сюда пришли за фаном вот я вам покажу каким фаном занимается один из наших пользователей вот один из наших пользователей создал настоящий магазин вот вы можете например пойти на стриптиз в сплит да можете подумать блин я лучше пойду и куплю пакет для приручения единорога вот я сейчас зайду например найду какой-нибудь вот такой вот розовый пакет комбо пакет в котором есть и бейджики и сертификаты маска и все что угодно допустим даже два таких куплю чтобы мне и жене было сразу вот мы их добавим в корзину пойдем на корзину и пам-пам-пам-пам корзину на загрузится и мы сможем сделать чек-аут я только что он показал очень простой флоу типичного интернет-магазина который делается поверх викс и таких магазинов у нас сотни тысяч и пользователю не нужно думать про там пробоке and фронт-энд каждый каждый тренд-магазин это не отдельного приложения на просто строится поверх платформы на которого есть один бакенку которого есть один набор поддерживаемых клиентов и есть и пи ай и вот мы будем говорить про эту центральную часть про и пи ай давайте себе представим как бы мог выглядеть такой и пи ай вместе с детками которые нам присоединились как раз так как unicorn adoptions то как бы они нам наверное помогут давайте вот помыслим в терминах ищите пи и пи ай я бы наверное в терминах ищите пи и пи ай сделал бы некий ресурс get products by айди и конкретно для этой страницы сказал бы что мне нужно название этого продукта мне нужна цена этого продукта изображения все которые есть описание информация и на самом деле таких полей очень очень много будет для в на настоящем веком сайте их будет порядка двадцати-тридцати давайте теперь посмотрим на другой endpoint тот который возвращает коллекцию продуктов и вот в коллекции продуктов у нам нужно только название цена и headline изображения нам не нужно все подряд нам не нужно тянуть description информацию еще 20 полей если мы посмотрим на это с точки зрения пайлода то для страницы списка нам нужно всего лишь 10 процентов этой информации то есть мы могли бы передать в десять раз меньше то есть первая проблема с которой мы стыкаемся этого фэчинг мы просто больше данных даем на клиент чем на самом деле нужно для конкретного юз кейса если мы оставляем наши пиа и очень простым давайте пойдем дальше давайте посмотрим на корзину корзина у нее есть например вот корзина из трех элементов это три айтема каждого айтема и ссылка на продукт продукта мы выбираем в каком-то количестве есть цена общая и цена на каждый альтам как бы нам это представить в рамках еще теперь пиай мы делаем get call на карт по идентификатору и получаем например информацию по карту ссылками на продукт и для того чтобы получить нам теперь информацию по продукту мы делаем еще в данном случае три дополнительных еще теперь запроса да что это получается если мы подумаем про мобилку и неважно вас последний samsung или iphone x это все будет работать очень медленно потому что мы по сути имеем проблему n плюс один между клиентом и сервером конечно мы так не делаем вот перед тем как мы рассмотрим как мы не делаем и скажем да есть проблема under fetching и мы если нашу модель держим простой то нам необходимо делать дополнительные запросы мы чем как мы с этой ситуации обычно работаем мы добавляем проекцию какую-то да или некое представление этого ресурса по-другому например проекция корзины с продуктами и она выглядит так и это очень специфическая проекция потому что оказывается именно в случае корзины очень важно показать инвентарный номер видите поле скаю тут есть также мы создаем новые дальше проекции мы создаем какую-то сам мари проекцию мы создаем проекцию для мобилки мы создаем проекцию единорогов мы создаем все подряд и тут возникает проблема что на самом деле нету единственного широко распространенного стандарта который бы вам подсказывал как это делать правильно есть набор разных и прочей но такого одного дефолтового который вы пришли сказали вот я знаю как это как эту проблему решать у вас есть несколько выборов и они все не вайдли адоптед и самое главное что вам сложнее коллаборировать в этом случае потому что если вы не решите эту проблему то тогда каждый раз когда будет новое требование на фронтенде нужно будет на бакенде тоже нужно будет вовлекать backend разработчиков чтобы они опять эту проекцию обновили или еще что-нибудь и вот еще интересный нюанс если мы посмотрим на этот пайлот и зададим себе вопрос а какие поля действительно используют клиент вот допустим я возвращаю все да какие поля действительно используют клиент и на самом деле вы это сказать этого не можете вы не можете этого сказать потому что вы просто вернули пайлот вы джейсон засерилизовали вот дтошечка вот джейсон чек все на этом ваша работа как бакенд разработчика закончилась вот и задаем вопрос как же нам теперь делать депрекейшн на какие-то поля как нам знать что действительно используется ли не используется у нас тут простых консайтов нет можем конечно начать общаться с нашими api клиентами и просить и умолять их но трекать их нам будет достаточно тяжело и вот приблизительно как выглядит наша ситуация мы настроены очень позитивно сегодня суббота львов отличный ивент все выглядит замечательно но что-то тут пошло не так что то вот у нас тут есть не совсем так как мы хотим это же проблема была у фейсбука точно такая же штука была в фейсбуке 2012 году когда они разрабатывали свой мобильный клиенты думали блин как же эту проблему решить мы же хотим чтобы мы все скролли по фейсбуку да и хотим чтобы там у нас все быстрее работало быстрее увидеть последнюю истории быстрее увидеть последние комментарии вот фейсбук начал решать эту проблему процесс решения выглядел приблизительно вот так он был сложный он был кропотной он длился три года фейсбук добавил немножечко черной магии и 2015 году появился вот этот самый граф киел на конференции react.conf был представлен этот замечательный инструмент давайте разберемся что это такое граф киел в первую очередь это язык запросов к и пи ай и это также ран тайм для удовлетворения этих запросов что это значит первое что делается в граф киел при разработке пи ай мы задаем схему мы задаем типизированное описание наших ресурсов например если мы подумаем про социальную сеть то у нас есть пользователь пользователь знает про пользователей у пользователя есть имена они живут в каком-то городе вот у нас получается такой граф до пользователи города очень простой и мы можем какую-то границу очертить вокруг этого графа то что вы видите здесь type user и type city это настоящий честный schema definition часть настоящего schema definition именно так описывается в граф киеле ресурсы но просто так в граф вы не можете просто так зайти в граф это какая-то штука которая существует немножечко отдален от вас вам должен должен быть какой-то поинт входа в этот граф вот эти вот поля эти поиски через которые вы хотите хоть как-то туда попасть и вот тут нам приходит на на помощь так называемые query field и они позволяют нам задать как именно мы хотим попасть граф например выбрать пользователя по имени самый типичный элемент или найти карт по идентификатору и так далее вот вы задали схему это первый шаг второй шаг это вы просите данные теперь вы через этот через это поле говорить я хочу поискать например поищем вовщика уникорна всех его друзей и в каком городе он живет и допустим вовщик уникорн она живет во львове у него есть два друга андрей и тарас андрей который живет здесь это раз который только что уехал в калифорнию вот обратите внимание то как мы попросили данные и то как мы их получили они совпадают есть вот этот шейк да мы сказали хочу пользователя его всех друзей я получил пользователя и его друзей но только имя и больше ничего мне не нужно с этого с этого юзера и так далее это очень удобно и все это делается за один запрос достаточно послать один http пост через сквари и получить вот эти данные вот вот это есть граф кел давайте его немножко потискаем давайте посмотрим как это выглядит я сейчас пойду на локал хвост там где у меня запущен локальный сервачок открою стандартный инструмент граф кела который называется графикал и в этом инструменте скажу что я хочу поискать так как мы говорили с вами про не корнад общем и про корзину с продуктами я буду искать карт и в этом карте я найду карт с идентификатором 1 попрошу его элементы сейчас секундочку обновим попрошу его элементы попрошу продукт у продукта мне нужен тайтл прайс с к ю изображение мне нужно только первое я скажу что лимит один мы выберем также количество продуктов и выберем total на каждый айтем и sub total запустим этот запрос посмотрите я получаю ровно 3 продукта сколько у меня было в корзине и эти продукты содержит ровно те данные которые мне были заданы в квари я могу это все сократить и сказать мне нужен только тайтл выполню запрос и вижу у каждого продукта только тайтл или вообще скажу мне со всей корзины нужен финальный sub total бах я получаю только sub total удобно модно молодежно правда давайте посмотрим теперь на преимущество немножко сделаем сам или того что у нас получилось во первых мы с точки зрения и пиа и получаем то что мы хотим это круто второе мы это делаем эффективно потому что мы это делаем за один запрос между клиентом и сервером в третьих нам теперь проще разрабатывать потому что задав эту схему на бэкэнде и реализовав ее мне как фронт-энд разработчику не нужно приходить каждый раз бэкэнд девелоперу и просить его что-то поменять или добавить в проекциях или в чем бы там ни было все это уже будет готово четвертых аналитика то есть теперь я действительно могу узнать по запросам какие поля используются какие ресурсы задействуются и в зависимости от этого уже делать коммуникацию своими api клиентами и пятое неважно на каком транспорте это происходит то ли это http то ли это tcp ip то ли это поверх веб сокета все это автоматически доступно и поддерживается в граффеле есть много языков бк на которых мы пишем сервера и сегодня будем говорить про джаву то есть это только джаву у нас сейчас будет лавкодинг сессия по джаве самая матчурная реализация граф киел сервера как вы думаете где правильно это но да вот и я бы сказал что второе по матчурности это наверное скала как это неудивительно но в скала мире есть замечательный инструмент sangria который мы используем в продакшене и вот в нем поддерживается много больше фишек чем например в джава экосистеме но сейчас джава экосистема сильно 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 подрастает и догоняет скалу и так референс имплементация граф киела в джаве это неудивительно бла-бла-бла граф киел джава инструмент reference implementation for граф киел у нас будет конечно сейчас же 2018 год мы должны говорить про микросервис и потому что поэтому нас будет два микросервиса вот первый микро микросервис это будет микросервис карт который написан на спринге все наверное знают спринг правда поднимите руку кто знает спринг кто не знает спринг вот все знают спринг спринг будет как сервис будет сохранять свои данные в сиквель ную базу данных и будет продакт сервис так вот карт будет ходить к продакт сервису по http и будет просить у него данные по продуктам и конкретно для карт сервиса мы сделаем граф киел и пиай которая будет поддерживаться на любом количестве клиентов ну что давайте начнем теперь мы переходим в идея и в идея первое что я сделаю я отключусь немножко назад в историю в самое начало когда у нас была написана стандартная реализация маргарита будь здорова вот стандартная реализация для того чтобы сделать выборку карт и выборку выборку продуктов через http в карт сервисе это мэйвен я открываю мэйвен пом xml и добавляю 4 зависимости на граф киел с помощью темплейта всего лишь 4 до кажется о ее сколько много но вот добавление этих четырех зависимости нам сильно упростит жизнь будущем первая зависимость это граф киел java граф киел java как вы уже знаете это референс имплементация граф киел вторая зависимость это java tools это надстройки поверх стандартного граф киел java механизм резолверов которые вы сейчас увидите и вот эти две депенденции они конкретно упрощают жизни в рамках спринга вот и добавляют поддержку граф киел java для спринг бута и добавляют графику консоль обратите внимание это просто графику консоль это вот эта консоль очка которая автоматически доступна будет для нас она приходит с этой зависимости вот этих четырех зависимости нам хватит и мы сейчас с вами создадим схема файл помните да первый шаг в создании любого граф киел и api это это описание схемы вот я жду пока у меня подумает идея что же должно произойти вот вот она придумала отлично вот как выглядит наша схема главное что есть схеме это квери вот мы задаем к вариант репо это говорим я хочу выбирать карт по идентификатору и тип идентификатора лонг и возвращаться должен карт а карт это точно такой же тип и у него есть айди который обязательное поле что чем я говорю exclamation марком есть набор айтемов их много поэтому я использую так называемый лист тайп квадратные скобки и у меня здесь будет sub total который попросту big decimal обычный скалярный тип а а это мне писать не очень прикольно и я ленивый поэтому я этом автоматически сгенерирую и пока что я сделаю очень простую модель я не буду выбирать целый продукт я буду выбирать только product аиде из карта вот есть у меня схема definition и я теперь должен написать как же мне вот эти вот самые данные получать окей мы идем создадим пакет отдельно для наших нужд в обграф киел и в пакете граф киел я создам конфигурационный файл спринт конфигурационный файл в нем будет две зависимости карт сервисы и http клиент и для того чтобы нам было удобно разрабатывать я разделю сейчас аиде на две части вот сверху у меня будет сама схема а снизу я буду писать код итак первое что мы должны сделать это мы должны описать entry point в наш граф вот наш entry point и в коде это делается просто с помощью бина мы создаем query так называемый query resolver создаем один простой бин и в рамках этого бина описываем этот метод смотрите я сделаю copy paste на карт напишу паблик карт карт выборка по идентификатору и воспользуюсь карт сервисом который у меня уже за injection в эту в этот класс скажу хочу выбрать карт вот карт мы выбрали а внутри карта есть три поля айди айтемзы sub total если мы откроем карт то вы увидите что тут как раз есть айди айтемзы sub total то есть есть совпадение по названию полей и так как для этих полей есть getter мы автоматически и этими данными можем воспользоваться а в рамках карт айтема мы-то как раз можно воспользоваться и данными продакт иди quantity total вот этих изменений на самом деле нам достаточно для того чтобы заработала первая простая версия нашего графки и я перезапускаю сервис и мы сейчас с вами попробуем теперь и с ним поработать я немножко вернусь здесь описание чтобы у нас вот вот так перегружу консоль так на что она запускается до запускается еще карт сервис вот и надеюсь начать запустится вот он запустился и теперь я могу воспользоваться мне даже подсказывает график он уже знает схему он выбрал схему зафетчил ее сервера и подсказывает что есть поле product айди запущу запрос и увижу те данные которые мне нужны были на данный момент продакт иди quantity total для каждого элемента в корзине но это скучно правда но продакт продакт айди это не интересно ведь вся магия начинается тогда когда мы начинаем работать с настоящими продуктами и вот эту вот эту связь по модели обеспечиваем я бы хотел получить что-то такое я бы хотел выбрать продакт тайтл прайс прайс скаю изображение но сейчас конечно же эта модель не поддерживается у меня не писан продакт давайте пишем продакт это сделать достаточно просто если вы посмотрите на карт айтем вы увидите что в карт айтеме нету продакта есть только продакт айди но есть и пиай у продакт сервиса который позволяет по продакт идти получить сам продакт вот этим мы и воспользуемся здесь мы скажем что у нас в рамках карт айтема есть теперь другой резолвер резолвер это вообще все резолверы которые видите граф кейл query резолвер граф кейл резолвер это классы из граф кейл java вот они как раз ответственны за то чтобы резолвить вот эти вот вот эти вот маленькие пучочки данных весь смысл присутствует к тому что вы описываете маленькие функции которые вот эти данные выбирают но отличие этого резолвера от предыдущего то что он работает в рамках карт айтема то есть когда нам приходит карт айтем мы с него берем айтишку и из по используешь этими клиент вызывая запрос получаем сам продукт а вот в предыдущем да это мы сделали код но нам же нужно описать как это будет выглядеть в схеме вот я напишу что у нас будет продакт продакт будет выглядеть вот вот так это будет агитат в праздескрипшен skyu images и старое поле я хочу задеприкетить я хочу сказать что нам не больше не нужно i don't need you anymore мы перезапускаем наш сервер мы обновили что мы сейчас сделали я повторю мы обновили схему мы сзади прикиньте ли старое поле ввели новое описали продукт пошли на бэк-энд и сказали что теперь у нас будет еще резолвинг дополнительный в рамках карт айтема который позволяет выбрать продукт и по идее вся эта штука должна заработать перезапусть перезагрузим график графику консоль и смотрите что произошло продакт больше не подсвечивается красным значит действительно схема заработала а продактайди подсвечивается желтым вот потому что этого элемента данных он уже не рекомендуемый для использования он деприкейтед если мы пойдем в документ найдем entry point карт айтем и вайтами смотрите есть только продукт монтики тотал а продактайди нет он спрятан в деприкейтед филдс вот эта документ документационная часть она автоматически доступна в графе графикал за счет того что есть схема но самое главное работает ли эта штука или не работает правильно поэтому запустим мы выполним запрос увидим что действительно работает выполняется и выбирается продактайди и продакт почистим нашу схему запроса и убедимся что действительно все тут есть практически все но это еще не тот запрос который я вам показывал самом начале потому что в самом начале у нас был лимит на изображение мы хотели выбрать не просто имиджеса мы хотели выбрать например один имидж и конечно же сейчас это не поддерживается давайте добавим поддержку на лимит это тоже очень просто сделать техника точно такая же мы обновляем схему идем в имиджи заговорим у нас есть лимит который по умолчанию равен ноль и теперь добавим резолвер в рамках продукта то теперь в рамках продукта мы переопределим как будут получаться имиджи поэтому я добавлю еще один продукт резолвер графикал резолвер для продукта он будет принимать продукт и лимит и будет смотреть если лимит указаны больше нуля то выберется ровно столько изображений сколько попросил клиент иначе вернется просто все опять перезагрузим наш сервер вот я просто сделаю компиляцию spring будет дэв тулс автоматически для меня перезапустит сервер иногда эта штука к сожалению не работает и нужно перезапускать сервер вообще с нуля но мы сейчас посмотрим действительно ли о лимит не подчеркивается красным поэтому все отлично и если я выполню этот запрос я увижу что теперь у меня имидж из ровно один в каждом из продуктов а если я просто не буду использовать лимит то вернуться все вот теперь это по-настоящему тот именно та модель которую мы которым показывала в начале у нас заняло совсем немного времени для того чтобы ее сделать полноценной работающей так далее но вы могли заметить вот что давайте вернусь немножко сюда вот зачем нам нужен горизонтальный скролл на самом деле это не очень удобно этот горизонтальный скролл тут появился потому что нам нужно поддерживать и схему и нужно поддерживать и код и каждый раз когда мы что-то меняем схеме нам нужно убеждаться что и код этому соответствует это нравится немногим вот для того чтобы это не делать вручную есть замечательная библиотека который называется граф келл спикер и она эта библиотека поверх граф келл джава это не какая-то абсолютно новая альтернативная реализация это библиотека поверх граф келл джава которая как раз и решает эту задачу решает задачу того что у нас будет написан только код и на основе кода будет автоматически получаться схема я вам сейчас это покажу это набирать руками не очень прикольно поэтому я сделаю чек-аут нужного нужной версии все что поменялось помог с мэй ли это добавился спикер добавила зависимость на спикер а в рамках самой непосредственно реализации сервера появился например класс карт граф где он точно такой же spring компонент как и все остальные это обычный бин но у него теперь есть аннотации на методах он говорит я поддерживаю конкретно query который называется карт и когда я получаю карт я могу работать с аргументом вы делаете все через аннотации если вы посмотрите на продукт граф класс который продукты обеспечит тут все намного прозрачнее тоже опять аннотация говорит про праду аннотация говорит какое имя поле контекст нам указывает в контексте какого другого ресурса выпал делается выборка это очень очень удобно и теперь о чем могу сделать я могу вообще старую конфигурацию удалить схему могу удалить так перезапустить сервер и в принципе я должен получить точно такой же результат как и раньше точно такой же результат работает те же самые запросы что и до изменения на граф кел джава и так мы немножко подождем пока перезапустится сервер потому что у нас появилась новая зависимость этой новой зависимости спинк буту нужно знать теперь у нас нету это десинхронизации между схемой и кодом потенциальной у нас все получается на основе кода и это замечательно ну давайте с вами посмотрим то как выполняется query вот в интересно посмотреть как именно он работает потому что там есть такие интересные подводные камни вы можете подумать что там на самом деле внутри находится bmw да вот буквально пару методов написали все работает замечательно когда мы выбираем карт по сути выполняется запрос в базу да мы идем в базу и просим дай мне пожалуйста карт потом мы из карта забираем айтемы так как наша схема сейчас реализована как игр фэч то это все делается за один запрос базу данных то есть мы делаем select from карт и делаем и на джоин на айтемы один запрос базу данных это хорошо но когда доходит до продуктов и вот тут вот интересный нюанс то есть то сколько будет продуктов столько-то будет и запросов на наш продакт-сервис то есть если продукта будет три то у нас будет 1 2 3 запроса то есть мы имеем n плюс 1 проблему теперь не между клиентом и сервером а у нас есть это n плюс 1 проблема между сервером и другим нашим сервером и это конечно же тоже не очень хорошо для того чтобы показать что это действительно так я сейчас открою чарльз который все время перехватывал наши запросы здесь почищу его почищу его лох выполню запрос и увижу здесь три запроса к продуктам вот вы можете видеть 1 2 3 контент откроем что было по нагляднее 1 2 3 запросы вот так вот выглядит наша ситуация все было достаточно позитивно и хорошо ему уже весь граф киел и пиа и в принципе это нужно реализовали и наш морнингмен тоже такой блин я бы уже хотел и выпить но вот тут у меня бров подымается того что минут показываешь как же так как же так может быть что мы так все быстро сделали но она все равно поработает плохо поэтому будем это фиксить вот что думали у нас происходит внутри вот что оказалось на самом деле как мы будем это фиксить как вы думаете как это можно пофиксить конечно же мы будем делать это через batch вместо того чтобы каждый раз когда нам встречается ссылка на продукт пробовать выбрать этот продукт мы соберем все идентификаторы этих продуктов и потом выполним запрос за один раз то есть это будет больше запрос на ресурс продакт который о котором передаст массив айдишек и мы в итоге получим все 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 айтемы для карта за 1 http запрос вот вот это уже круто вот это уже прикольно давайте фиксить это как мы это будем фиксить в спикере это делается очень просто мы скажем что я хочу вообще-то продукты выбирать батчем бух добавляю аннотацию батч потом я скажу что я хочу вообще-то список продуктов а не один продукт как называется метод абсолютно неважно я могу здесь написать полную фигню вот но важно мне теперь сказать что контекст то не в рамках одного карт айтема существует а мы выбираем продукты в рамках многих карт айтемов поэтому здесь у нас будет лист карт айтемов теперь я вот так это разделю для наглядности наши продукты это наверно про наши продукты говорят чужинка вышивала их так значит мы выбираем продукты по идентификаторам давайте эти идентификаторы соберем как мы соберем их мы возьмем айтемы переведем их в стрим будет продолжим традицию использования стримов начиная жавы 8 воспользуемся маппированием каждого айтема в массив продукт айдишек и сделаем им коллект соединим их всех через запятую сейчас секундочку через запятую и вот этого вот этого идентификатор собрав эту строку нам будет достаточно для того чтобы теперь типизировано выбрать все продукты самое главное мне показал что этот api действительно работает давайте я вам покажу докажу что он действительно работает на localhost 9090 я тут приближе что было видно два идентификатора первый второй я просто передает передавая два идентификатора получаю ровно про те продукты которые запросил или если один выберу то тогда будет ровно один вот этим api мы сейчас и и как раз хотим воспользоваться я делаю перекомпиляцию получаю сейчас опять работающий сервер и в идеале в чарльзе я должен сейчас увидеть один запрос не три запроса на продукты а всего лишь один маленький и надеемся эффективный запрос и так здесь я почищу лог для того чтобы нам было проще выполняем запрос в графике л и видим здесь ровно один перехваченный запрос продуктом это замечательно потому что теперь мы видим что проблема n плюс 1 не актуальна теперь мы видим что мы продукты выбираем действительно эффективно но действительно ли эффективно мы выбираем продукты действительно ли мы максимально эффективно это делаем я хочу сказать что на самом деле нет потому что если представьте что вам не нужны все эти данные вам нужен только тайтл продукта несмотря на то что конечный клиент просил только тайтл в чарльзе вы увидите что все равно запрашивались все данные по продакту то есть в идеале мы хотели бы когда обращаемся продакт сервису сказать я вообще-то хочу не весь продукт а ровно вот вот эти поля и оказывается нашей пиаре уже поддерживает это нашей пиаре поддерживает так называемый include и можем сказать я хочу включить поля айди и прайс я получу ровно айди и прайс или например айди прайс и и тайтл и получу тогда айди прайс и тайтл вот эти мы сейчас и воспользуемся как же нам теперь это сделать в рамках граф келджа мы скажем мне нужно да мне нужен доступ в среду его из этой среды мне нужен список полей которые конечный клиент запрашивает в рамках продукта я возьму эти поля и попробую их пробросить вот сюда в include include fields и теперь мне эти поля нужно будет через запятую через запятую соединить опять компиляция перезапуск сервера и мы в идеале увидим выполняющийся запрос в чарльзе который содержит только запрошенные данные по продукту выполняем запрос давайте несколько раз выполним что было видно в чарльзе и увидим здесь что действительно мы теперь запросили только нужные нам только нужные нам данные вот вот это уже по-настоящему круто это по-настоящему эффективно но давайте подумаем с вами про безопасность вот потому что как же тут то быть с безопасностью ведь опять может быть тут тут не все так хорошо и например если есть у вовщика уникорна друзья у него есть другие друзья и друзья и друзья друзей и так далее вы понимаете что за один такой запрос потенциально можно выбрать весь facebook интересно же как же сделать так чтобы вы понимаете что сама проблема сама по себе возникла благодаря тому что у нас есть такой мощный и пиай и наш клиент теперь превращается вот в такую штуковину вот есть какие-то догадки что это такое очень популярная штука это из дума это big fucking gun наш клиент превращается в big fucking gun который стреляет по нашему серверу и может потенциально взорвать его нам нужно от этого защищаться и как давайте поговорим с вами как же от этого защититься но перед этим мы опять признаем что 5 у нас плохая ситуация вроде бы все было позитивно все было хорошо но вот тут вот есть еще один нюанс от которого мы с вами который мы сами не продумали первое что мы хотим сделать данном случае это лимитировать насколько глубоко может быть вообще запрос то есть вот таких вот френдов выбирать на 10 уровень глубь я точно не хочу позволять второе что я хотел бы сделать я бы хотел залимитировать сложность запроса потому что можно и например 100 полей попросить и к выбор каждого поля может потенциально приводить к запросу к базе то есть я в идеале скажу что вот буду считать комплексити для своего query и в рамках этого в сумме общую сумму комплексити этого query я воспользую как некий критерий того пропускать метод запроса ли не пропускать давайте покажу как это работает давайте защитимся от этой их потенциальных атак но мы защитимся от них на простом примере я вам покажу как это делается в графке java мы добавим инструментацию и скажем что вообще-то я хочу чтобы максимальный давайте начнем с депс микс говорит депс максимальная глубина этого запроса должна быть не больше чем 3 да вот если у нас будет глубина запроса 4 мы такие запрос уже не выполняем а если 3 2 и 1 то вообще-то да окей ждем перезапуска сервера вот он все-таки по моему не подхватил изменения вижу что не дошло сейчас мы попробуем еще разок бам вот граф киел консоли смотрите когда я выполню этот запрос то у меня здесь получится оба так закрою стек трейс видите что максимальная вот конкретно этот запрос имеет глубину 4 вот потому что вот первая скобочка вторая третья четвертая мы попросили глубину 4 это уже непозволительно для нас если мы же уберем выборку продукта то такой запрос уже будет работать вот таким образом вы можете очень просто ограничивать глубину также вы можете ограничивать и complexity опять-таки по простому это выглядит следующим образом вы добавляете instrumentation вы встраиваетесь в процесс выполнения запроса это стандартный класс из граф киел джава и говорите если complexity моего квери больше чем 5 то я такой запрос выполнять не буду что такое 5 по дефолту каждое поле имеет complexity 1 но вы можете всегда это заоборотить вы можете сказать complexity например 2 или complexity это какое-то сложное выражение это все что все complexity всех моих чайдов умножить на 2 прибавить 3 разделить на 4 все как все как все как вы захотите это все можно программно сделать давайте вернем наш пример перри за выполним этот запрос и теперь смотрите ошибку какую видим максимум кори комплекс эти excited seven больше пяти что такое почему seven потому что первое второе третье четвертое пятое шестое и седьмое поле вот в сумме получилось 7 теперь не важно какая глубина я допустим уберу два поля которые не влияют на глубину и выполню этот запрос сделав сложность его пять да я убрал два поля его сложно должна быть 5 и он уже пройдет потому что complexity данном случае валидная для нашего сервера и вы можете это комбинировать то есть вы можете сказать и максимум query complexity и максимум к максимум query depth вы можете написать свою инструментацию которая будет более сложно считать потому что в общем то случае complexity и depth зависит от того с какими ресурсами вы именно работаете вот таким образом мы защитились от типичных проблем которые могут быть граф к еле есть еще три стандартных проблемы любого и пиа и которые которые вы можете встретить это защиты от проблемных ситуаций первое это троттлинг рейт лимитинг обязательно необходимо троттлить рейт лимитинг запросы это достаточно простой но очень эффективный способ защиты от всяких плохих людей второе это установка таймаутов идете ли вы в http сервис или обращайтесь к базе данных любое и о которой у вас есть или даже если это не его и нужно на это обязательно ставить таймауты и третье важное о чем часто забывают хотя это стандартное простое правило обязательно используем погенацию там где у нас есть коллекция не возвращаем все подряд обязательно лимитируем количество элементов которые возвращаются клиенту есть еще такая штука что вы могли подумать что граф келу это такая клёвая штука для того чтобы выбирать для того чтобы выбирать данные на самом деле есть и поддержка мутации в граф келе вы можете мутировать эти данные для этого есть отдельный тип он называется mutation и через эту мутацию вы можете например представьте себе use кейс когда мы добавляем продукт в корзину вот у нас есть две табы в одной табе мы добавляем этот продукт вот говорим какой продукт в какой карт и с каким каунтом и в ответе мы можем опять-таки сказать что мы хотим получить обратно это тот же карт или это только какая-то его часть этого карта я этот код уже писать не буду я вам просто покажу как он выглядит он выглядит очень очень просто у нас в карт графе появится метод который аннотирован граф келу мутейшн аннотацией и у него есть три аргумента карта иди продакта иди и quantity теперь когда дело дойдет до того чтобы воспользоваться этим клей я вам кстати давайте покажу как он выглядит он выглядит следующим образом вот у меня есть тут история я уже столько запроса выполнял что-то с истории потерялась поэтому я mutation sample скопирую отсюда вам пам-пам-пам обратите внимание перед мутацией мы ставим ключевое слово mutation она нам намекает что это не просто querying данных а это изменение данных и выполним запрос на добавление двух продуктов в нашу корзину эта штука работает обратите внимание я вот сюда переведу консоль чтобы вы видели что она меняется 7 10 11 17 19 и так далее действительно мутация работает она просто просто вызывает сервис карта и добавляет него продакт и возвращая карт мы все также таким же способом можем воспользоваться выборкой это очень эффективно и очень круто мы вексе используем scala backend и в скале есть я уже упоминал об этом замечательная библиотека sangria которая которая поддерживает все-все-все модные фишки и граф кела и на клиенте мы используем библиотека apple и есть опова есть еще одна библиотека от от фейсбука вот мы конкретно продакшен используем apple а и очень много компаний сейчас перешли на граф кел или использую пробует граф кел это кроме самого фейсбука это гид хаб и мы вексе у себя используем и шапифа это используют все вот эти компании вот как мы видим уже пять человек в продакшене которые наверное не работают насти на одну из тех компаний которые только что перечислил тоже уже используют граф кел и можете подумать да действительно я хочу эту штуку она такая крутая столько клевых вещей мне позволяет сделать у вас вот эти вот уже граф кельные бульбашки начинают всплывать да 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 круто круто но давайте с вами теперь поговорим про плохую часть давайте с вами поговорим про недостатки граф кел потому что все мы инженеры и мы должны подходить ко всему объективно мы должны объективно оценить где хайп а где польза так первый недостаток граф кела состоит в кеширование то есть кеширование в данном случае подумайте о том кеширование на клиенте сервере это одно это одно но есть еще кеширование на уровне прокси и гейтвэев вы не можете просто так запросу теперь сказать кэш-контрол да и сказать вот этот запрос ответ на запрос будет там валиден в течение следующего часа это просто не поддерживается потому что граф кел транспорт агностик и все 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 интермедиеры кеширования в данном случае работают очень плохо поэтому объективно у граф кела есть с этим проблема подумайте на самом деле не только у граф кела в принципе если бы у вас был очень мощный ищите пепель у вас была бы та же самая проблема потому что тогда бы вам очень у вас были бы очень сложные правила того как кешировать конкретно вот эту порцию данных я не говорю что это невозможно я просто говорю что это очень очень сложно сделать правильно безопасность вы видели что наш клиент превращается в big fucking gun и когда наш клиент превращается в big fucking gun для нас это означает больше работы больше работы в данном случае с безопасностью третье это обработка ошибок тут все будет 200 окей вот здесь все будет 200 окей а на самом деле и и кроме того когда вы получите этот 200 окей вы должны теперь придумать семантику для этих ошибок а что именно что что именно сейчас произошло какой-то ключ этих ошибок вы будете для каждого приложения потенциально имеет свой convention и на клиенту и клиенту своему где-то оффлайн через документацию или онлайн через документацию сигнализировать как это делать это не есть часть стандарта как работать с файлоплодами и вообще ресурсами которые не являются сильно структурированными да там джейсон xml окей но как бы вот файлоплод как делать вы знаете есть находится люди которые делают файлоплод через граф келл но вы понимаете что если вы там допустим возьмете из изображения b64 сделайте джейсон поле джейсон объект с одним полем который является дата этого изображения это будет не совсем это будет не совсем то для чего вы как по-обычному делается файлоплод это неэффективно и дэмпатентность операций в http есть put и post да где put это патентный пост не дэмпатентный а здесь все мутации одинаковые вот здесь нету какого-то хинта и дэмпатентной операции или нет как именовать операцию это дэвид келл и нехилой терминой или еще что то это вы тоже должны придумать это же должны договориться как-то с клиентом нету поддержки гипермедия самая крутая штука которая есть в ресте это гипермедия здесь гипермедии ссылок и динамического перехода между ресурсами нет все сконцентрировано в схеме и развитие java экосистемы любой инструмент который вы сейчас возьмете вы не можете его вы можете воспользовать продакшене но вы очень достаточно часто будете наступать на какие-то моменты то не работает я вот вот это не понимаю вот это не понимаю как не вот это пофиксить вам абсолютно будет важно читать source кода этих библиотек для того чтобы разбираться конкретно граф келл java но за последние шесть месяцев я должен сказать что реализация граф келл java стала намного более матчурной сильно подтянулась по фичам и намного я бы сказал стало более продакшен рейди и самое главное неважно граф келл это или рест если вас если просто плохо получается писать и пиай то на граф келе тоже плохой получится и пиай вот а потому что консервный типа а как какие именно мне нужно выбрать ресурсы а какие именно данные должны остаться внутри а какие данные должны остаться снаружи а где у меня один к одному а где один ко многим а как нельзя так чтобы минимум за экспозить информации для клиента вот эти все консервные они на самом деле основные и вот над ними нужно думать вне зависимости от того какой и пиай для клиента вы делаете то ли это штепи пиай то ли граф келл и на самом деле ваш теперь есть альтернативы вот я остановлюсь на вот это немножечко альтернативе который называется у дата это это стандарт который придумала компания microsoft и поддерживать семантик он не получил широкого распространения но он поддерживает многие из фишек граф кела даже больше в рамках выборки но не с не сильно взлетел вот он уже существует достаточно давно и достаточно мало компаний прибегают помощи о даты для своих решений когда у вас станет вопрос что же все таки использовать граф келл или еще теперь и пиай для своего продукта я очень советую почитать эти две ссылки про overview и сравнение граф келл и rest именно с точки зрения как практической так и теоретической от людей которые действительно понимают разницу не просто на основе опять-таки хайпа понимают разницу на практике и можете подумать блин не хочу этот граф келл блин нафига мне нужен тут столько короче новых проблем появляется я лучше в rest api вернусь но вот тут я вам должен сказать что у граф кела есть одно очень интересное преимущество он очень клёвый как интегрированное решение представьте себе что когда вы хотите добавлять продукт в карт и вас открыто две вкладки вы хотите чтобы делая действие в одной вкладке видели это во второй вкладке то есть мы говорим про некий web socket like communication когда есть система сабскрипшенов и клиент может сказать например я хочу слушать обновление на вот такой ивент и это можно сделать граф келе с помощью механизма вуаля сабскрипшенов и это поддерживает и граф келл джава и поддерживается angry и конечно же ноу джес реализация и можете теперь сказать окей я хочу подписаться на момент добавления продукта в карт 123 и как только он произойдет пришли мне пожалуйста все айтемы и сабтотал на эти айтемы и тогда мы увидим в рамках стандартной реализации это обычно делается через web socket просто вы как клиент вы не думаете об этом вам не нужно там создавать какие-то вы делать выбор там библиотеки сложные какие-то механизмы реализовывать вы просто используете на клиенте граф келл api сабскрипшенов и говорите я подписываюсь на продукт продакт этот и как только этот момент происходит вы получаете веб сокет месседж и соответственно триггер на клиенте это очень удобно также я себе позволю тут показать пример запроса это это один на конференции рэнгел айо один из создателей граф кела либо иран рассказывает о том а фишки дефер что такое фишка дефер это специальная такая аннотация которая вам говорит что вы часть за ответа на запрос можете получить потом например когда вы скролите по фейсбуку feed первое в чем вы заинтересованы это в самих в самих историях но как только но комментарии вам допустим не сильно важны вы комментарии можете получить потом и вот такой запрос обратите внимание дефер здесь описывает что комментарии можно получить и немножечко позже как это выглядит в ответе в ответе это выглядит следующим образом нам возвращается только story а потом через веб сокет опять-таки приходит приходят сообщения и говорят а вот теперь комментарии для первой истории такие для второй истории такие для третьей истории такие и опять очень простой механизм реализации этого всего стандартный вот когда вы берете все это вместе вы понимаете а так мне теперь не нужно думать это htp или веб сокет я могу все это завернуть граф кел и пи а если использую react у меня еще интеграция с реактом очень простая на юая и получаете очень очень символы с крутой experience все что я сегодня показывал он доступен на гитхабе это можно скачать посмотреть за контрибьюти заставить и спасибо вам большое я буду рад ответить на вопросы которые у вас есть это можно даже это